Приветствую, друзья! Все чаще мы видим картинку из Украины, где единственным источником света являются свечи или остаточный заряд батареи у смартфона или планшета. Путинские войска взяли на вооружение новую тактику. Они последовательно уничтожают энергетическую систему Украины. Без света, тепла и водоснабжения временно или постоянно оказываются сотни тысяч людей по всей стране. Вот так без электричества выглядит Украина из космоса. А вот так в киевской больнице проходила операция на сердце маленького ребенка. Из-за атаки на энергосистему во время операции в больнице пропало электричество и жизнь ребенка спасло мастерство врачей и удача. В операционной полностью выключился свет. Но все могло кончиться по-другому. 23 ноября при ракетном ударе по энергосистеме погибло 10 человек, включая хрохотного ребенка, всего двух дней от роду. А сколько людей погибло и еще погибнет не от, а вследствие таких атак. После последнего удара по объектам энергетики полностью без электричества остались три области Украины – Киевская, Одесская и Черниговская. После попадания в энергоподстанцию город Львов был полностью обесточен. Была остановлена подача воды и отопление, в городе не работал общественный транспорт и более 70% светофоров. Полностью без воды остался Киев. Южноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции были аварийно отключены энергосетей. А город Хмельницкий полностью обесточен. Очевидно, что российские военные последовательно пытаются уничтожить и объекты энергообеспечения Украины. Такие действия вполне могут быть приравнены к терроризму. Не существует какой-то отдельной военной энергетической системы. Она общая для гражданских и военных объектов. Более того, российские военные не скрывают, что цель именно гражданские объекты. Официальный канал Министерства обороны прямо гордится тем, как вооруженные силы устроили в Украине блэкаут. Что такое в 21 веке уничтожение энергетической системы крупной и достаточно северной страны? Это почти то же самое, что уничтожение значительной части населения. Сколько всего в современном мире привязано к энергетике? Отопление, подача воды, освещение, связь, транспорт, медицина, всего не перечислишь. Никто не знает, в какой момент и для какого количества людей отсутствие электричества, тепла и воды станет критическим. Средние зимние температуры в районе Киева составляют около минус 2-3 градусов. Этого уже достаточно для гуманитарной катастрофы. Но на широте Киева зимой легко может быть и минус 20. А сколько людей не переживет холодную зиму в условиях разрушенной энергосистемы? Это невозможно предсказать. Может быть тысячи, может быть десятки, может быть даже сотни тысяч. Понимает ли это российское военное и политическое руководство? Уверен, что да. Глядя на эти лица, я уверен, что и Путин, и Суровикин прекрасно осознают, что делают. Они знают, что своими действиями и решениями обрекают на смерть и страдания десятки и сотни тысяч мирных жителей. Тех самых простых украинцев, которых вроде как хотели освобождать от неких там нацистов и бандеровцев. А теперь, забыв про цели мифической геноцификации, убивают всех подряд. Им все равно. Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. Если вам кажется, что я переоцениваю степень цинизма этих людей, то приведу дополнительный аргумент. Он немного в стороне от атак на энергосистему Украины, но хорошо характеризует отношение Путина и его военного командования к жизням мирных граждан. Мы все смертные. Мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Есть официальный российский стандарт на захоронение трупов в военное время. Помимо всего прочего, в этом стандарте зафиксированы расчеты безвозвратных потерь от использования по городской застройке обычных вооружений. Примените эту табличку, например, к Мариуполю. По российским данным, Мариуполь разрушен на 60%, по украинским на 90%. Давайте возьмем среднюю цифру, где-то 75%. Если город разрушен настолько по официальному российскому стандарту, это означает гибель около 20% населения. На 1 января 2022 года в Мариуполе проживало около 425 тысяч жителей. То есть, отдавая приказ на обстрелы Мариуполя, российские военные прекрасно знают свои же нормативы потерь, Путин, Шойгу, Герасимов и другие допускали и предполагали гибель до 90 тысяч мирных жителей. Понятно, что реальные потери меньше, ведь часть жителей Мариуполя успела покинуть город, а какая-то часть имела какую-то возможность укрыться, но все равно счет с жертвами идет скорее не на тысячи, а на десятки тысяч жизней. И для российской власти это оказалось приемлемой ценой. Наши ценности это человеколюбие, милосердие и сострадание. Поэтому я уверен, что жертвы от разрушения энергосистемы Украины для Путина и его генералов это не просто сопутствующие потери, а основная цель. Это тактика террористов, а теперь и Кремля. Поэтому объявление путинского государства спонсором терроризма это уже не преувеличение. Только у этих террористов гораздо больше оружия и возможностей, чем у их коллег из Аль-Каиды или исламского государства. 10 октября был нанесен первый массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Было выпущено 83 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, из которых было сбито 43. 15 ноября по Украине было выпущено уже около 100 ракет и ударных дронов. Миллионы украинцев остались без электроэнергии. И, наконец, 23 ноября состоялся еще один удар по энергосистеме, о котором я уже упоминал. Как это не удивительно, но не существует единого международного определения терроризма. Но то, что Путин делает в Украине, вполне попадает под российское определение. Терроризм – это практика воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями, связанная с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий. Путин разрушает энергосистему Украины специально, с целью создать неприемлемое для общественного мнения Украины и Запада количество жертв среди мирного населения. Это и есть терроризм. Причем он уже не ищет победу, он ищет передышку. Без перемирия Путин проигрывает, и это еще один признак терроризма. Очень часто террор – это оружие более слабых, тех, кто конвенциальными способами не может добиться успеха в конфликте, и поэтому переходят к тактике запугивания. И Путин, как бы он не старался выглядеть самым-самым альфа-самцом, он слаб. Соответственно, слабость Путина стала заметна уже даже для его пропагандистов. Маргарита Симоньян прямо говорит, что либо удары по энергосистеме Украины будут продолжаться, либо всю путинскую шайку скоро ждет ГАГа. Если мы умудримся проиграть ГАГа, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает, что от того еще один район Киева останется без света или не останется? Ну, то есть ГАГа их ждет в любом случае. И относительно молодая Симоньян точно доживет до суда. Но и атаки на энергетическую систему Украины, я уверен, будут продолжены. Разрушение украинской инфраструктуры – это для Путина некая замена использования ядерного оружия. Вы заметили, что в последнее время угрозы ядерным оружием как-то прекратились. Судя по всему, сначала Джо Байдена, потом Си Цзиньпинь доходчиво объяснили Путину последствия такого шага. Поэтому ядерной бомбой он больше не грозит. Но потребность в чем-то подобном у него осталась. А значит, удары по украинской гражданской инфраструктуре будут продолжены. И Запад не сможет реагировать на это так же, как он реагировал бы на ядерную угрозу. Но возможности для реагирования у НАТО все равно есть. И вот тут начинаются последствия для российского общества. Во-первых, на путинские ракетные удары по украинской энергосистеме будет дан военный ответ. И скорее всего это будут поставки более дальнобойного оружия. По каким целям станет применять Украина это оружие, это вопрос. И упрекнуть ее после всего, что сделал Путин, будет сложно. Во-вторых, использование путинскими войсками откровенно террористических методов с высокой долей вероятности может вызвать аналогичный ответ. Если одна сторона сознательно старается увеличить потери среди гражданского населения, то рано или поздно вторая сторона тоже перестанет себя сдерживать. И с этим ничего не поделаться. А значит, при такой траектории война неминуемо в том или ином виде перейдет на территорию России. Винить в этом некого, кроме Путина. И наконец, неминуемо признание путинского государства спонсором терроризма. Но не на уровне резолюции Европарламента, а на уровне Кабинета министров Европы, отдельных стран. Что это значит? Это значит, что те мелкие неприятности, которые сейчас преследуют эмигрировавших россиян, проблемы с визами, перелетами, банками, покажутся детским лепетом. А что в этой ситуации делать? Ну как минимум протестовать. Особенно это касается тех граждан, кто находится за пределами России. Самый частый вопрос, который мне задают в Европе. А почему мы до сих пор не видим протестующих против войны россиян на Западе? Они что, поддерживают войну? И знаете, на это нечего ответить. Действительно, почему? Минимальная сейчас задача для российского общества, это доказать всему миру, что Путин ведет войну, разрушает гражданскую инфраструктуру Украины, лишает тепла, света, воды. Миллионы украинцев не от нашего имени. Причем в этом случае бремя доказывания лежит на российском обществе. И по этому вопросу презумпция невиновности не действует. Счастливо вам. Россия это не Путин. Но мы должны это доказать. Путин. 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 Путин.